так видео номер два то бишь все-таки выбрал я шансон врубил то бишь по среднем по вокалу просто класс тон компенсация в первом видео убрал потому что она очень глубокая внезапа ставим на 4 и высокий на 2 пусть просит помощи я летаю во сне невесомости я хочу пальчиком под колючим дождем мои чувства нахватят там где чай с молоком сердце рядом ночью вместе в чай с молоком 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 ночь с окном чай с молоком чай с молоком п kişi Лунный восход на урочище, День последний вдвоем. Слезы общие, запах чайной любви, Мне до боли знаком, хочу снова туда. Там, где чай с молоком, Сердце ядом ночью вместе поем. День ни о чем, Просто вместе, просто чай с молоком, Чай с молоком, ночь за окном, Губы рядом ночью вместе вдвоем. Рядом вдвоем, Надо утром снова чай с молоком, Чай с молоком. Ну как-то и так, Звук довольно выразительный. Мы вчера испытывали, Был подключен усилитель Keno DA-9010 через аналог. Система A была у нас Onkyo 7.7 XG. Так, а вторая система была Kenwood LS-990 XG. И вот, когда мы прыгали с XG на Onkyo, Ему почему-то больше Onkyo понравилось. А мне все-таки XG. Так, во-первых, он говорит, что тут спектр более открытый, то бишь он идет на тебя. Он сразу же как бы звук вылезает, то бишь он, как правильно, выделяется. А там он немножко как бы создает сцену. Я говорю, да, мне нравится больше, когда создается сцена. Он говорит, по поводу высоких, тут как-то они ближе сюда, там немножко как бы уходят. Ну, тоже как бы сцена. Вокал ему тут больше понравился, мне больше вокал уже понравился. Тут, говорит, он прямо, ну, как я объяснил, типа он выделяется прямо здесь, а там он создает типа комнату, типа она где-то, типа в зале. По поводу низких частот, по поводу низов. Здесь, можно сказать, они типа как самбуфер. То бишь он собранный, такой бас собранный и упругий. А на XG он более мягкий, объемный, а реальный. Я говорю, не знаю, мне показалось, что XG более, как бы для моего слуха, они более хороши. А вот эти, говорю, а, да, вот так же он и сказал. Я говорю, те я могу слушать день, блин, ну, даже не спать, день, два, три могу не спать слушать. А эти я послушаю буквально, может, день, я уже устану от них. Да, так, еще скажу его словами, говорит, у них буквально у XG у тебя, то бишь они не выделяются, то бишь если вот низкие частоты со средними и с высокими почти выделяются одновременно, как бы не выступая за рамки, то вот тут на Onkyo они, говорит, низ отстает, получается, самый спектр средних выделяется больше, потом высокий, а потом уже низкий. А здесь буквально, говорит, почти все вровень. Вот как-то вот темнее, хороши играют. Да, и усилители, вот несмотря на то, что на микросборках звук-то хороший, потому что он еще ремонтно пригодный тем, что регуляторы, к примеру, здесь, на 90-10, на 70-10, 70-20, там они не шибко неудобные, они на длинных, на длинных ножках, их не найти и не перебрать. А вот на этом усилителе, именно вот на этом, такие регуляторы есть в радиомагазине, но мы регулятор не снимали, мы снимали внутрянки, то бишь почему оно бегает в регулятор. Вот поэтому только приправляешь на двойку, уже сочность. А вот на других, где мы не меняли, там не хватает, то бишь сопротивления посажено. Вроде тут выкручиваешь чуть-чуть, уже все слышно, а тут надо, например, по два, даже не два, а может четыре, чтобы было как тут, как два. Чем-то он хорош. Так что надо мне перебрать за неделю все, что я тут скупил, и как скупердяй, все держу и никому ничего не даю, и не предлагаю, не продаю, но тут надо все отфильтровать и что-то выставлять. Смысл все хранить, если оно просто не пользуется. Всем спасибо. Спасибо.